О предварительном слышании мы много тут с вами говорили, это мы подробно этот вопрос разобрали. А что еще вы считаете таким основополагающим условием? Ну, первое, значит, первое условие предварительное слышание. Есть и второе, конечно. Первое есть, то второе в себе. А второе, то слуховой контроль. Потому что можно предварительно очень хорошо слышать, но на инструменте, не проверив, не слушая результат звучания, можно, так сказать, искажать и свою предварительность, когда она не будет соответствовать тому, что звучит. То есть ты слышишь, но не доносишь, что слышишь. Да, а многие так играют, когда предварительное слышание очень хорошее, музыкальный образ формируется, правильный, но все это остается внутри где-то, вот, и переживается ему, например, звуковое же выражение очень однообразное, серое и неинтересное. И когда ему говоришь, что ты играл, он удивляется, потому что он переживался, он все чувствовал. Кстати говоря, о педагоге тоже можно такое замечание сделать, которое я вынес из опыта. Вот некоторые педагоги так увлекаются занятием с учениками, что вот те недостатки звукового выражения, которые у ученика нет, он дополняет своим воображением, своим переживанием. Он переживает, он горит, он часто устает от исполнения больше, чем ученик. И вот, когда таким образом его ученик играет на зачете, он тоже, он некоторые даже звуки какие-то издают, краснеет. Иногда можно, смотря в затылок, сразу определить, чей ученик играет. Это вам сказать. Понимаете, он дополняет своими переживаниями те недостатки. И когда ученик кончает играть, он обводит победоносным взглядом, говорит, ну как, ему говорят, очень плохо. И он искренне возмущен. Такое бывает и с педагогами. Так вот, вернемся к слуховому контролю. Вот здесь слуховой контроль, как для педагога, он должен с открытыми ушами ясными слушать ученика. Увлечение педагога это прекрасная вещь. И ветрилок всегда. Но при этом нужно открытыми уши. Тем более, если мы хотим этому научить ученика. У ученика тоже. Если от представления, от предварительного слышания зависит характер задачи, приемы и способы решения, все это зависит от того. То слуховой контроль, это проверка качества исполнения. Качество выполнения этой вот задачи предварительной. Главная роль здесь отводится высокой требовательности уха. Вот это вот наиважнейшее. Ухо не имеет права мириться ни с какой неточности звукового выражения или с несовершенством технического выполнения. Чем выше требовательность уха, тем точнее воспроизводится задуманная картина. Можно сказать, что каждый играет так, как он слышит. Вот только в этой мере. Все, что дослушано, это живые звуки. Все, что недослушано, это мертвый фонт. Слуховой контроль корректирует могущее возникнуть неточности в процессе конкретного озвучивания или воплощения в соответствующих формах игровых движений. Поэтому, говоря о том, что музыкальное представление, а это Константин Николаевич говорит, музыкальное представление автоматически соединяется с движениями руки, кисти, пальцев. Заметьте слово, автоматически. Музыкальное представление. Гоффман по этому поводу говорит иначе. Если, говорит, мысленно-звуковая картина ясна, то пальцы ее выполнят без затруднений. Константин Николаевич то же самое говорит. Автоматически музыкальное представление соединяется с движениями руки, точно со всеми пианистическими движениями. То Константин Николаевич в то же время напоминает то, что я вам сказал, об одном при этом необходимом условии, что в сущности все заключается в том, чтобы внимательно себя слушать. Потому что, если внимательно себя не слушаешь, в данном случае о контроле мы говорим, то может, так сказать, автоматически соединиться совершенно в другую сторону неправильную. Понимаете? Признавая, что автоматически должно соединяться с необходимыми формами движения, он при этом напоминает, что прежде всего надо внимательно слушать. Значит, слуховой контроль, это вот вести на этот пример. Я уже приводил в начале. Мне кажется, это однако. Если слуховой контроль наложен, он не позволит играть каждый звук отдельным движением, так как, чтобы звучание соответствовало цельному представлению фразы, надо обединить звуки крупным дыханием, а следовать... здесь контуры более мелкие. А здесь тоже есть свой контур, но он крупный. мы будем так играть. Если же слухового контроля нет, то мы можем так играть. там начать вращать, что характеризует о том, что правая подчинилась полностью от этим вот восьмым и начала крутиться вместе с ним. То есть мелодия попала в плен к аккомпанементу. Вот. Другой пример. Вот, скажем, возьмем Моцарта. Для того, чтобы эта мелодия не рассыпалась, не дробилась, не рассыпалась на отдельные звуки или на мелкие части, слуховой контроль этого не должен допустить. Если слуховой контроль есть, он не допустит. Значит, выразительные, живые, выразительные восьмые должны звучать под куполом, объединяющего контура. Понимаете? А не так. Лишнее дыхание, лишнее движение они дробят и отяжеляют музыку. Дальше. То же самое вот Ноктёрн. Для того, чтобы это форте в третьем эпизоде этого Ноктёрна обеспечить певучесть, ведь в сущности это форте или фортиссимо, даже там написано, это на громкой звучности, но певучая, та же певучая линия, которая есть здесь. То есть, только она громко. Для того, чтобы обеспечить певучесть этой и соотношение звучности с сопровождающими всеми восьмыми и гибкость фразировки, нельзя крайние октавы вот в обеих руках играть на скоком. Ради соблюдения метричной ровности, вот скажем. То есть, успеть ритмически это будет правильно все. Но это в звуковом отношении абсолютно неправильно. То есть, мы ложим. Я хочу этим сказать, что слуховой контроль, потребность уха нам продиктует те или иные двигательные приемы, которые обеспечат нам вот дальнее певучее звучание форта. То же самое, вот скажем, возьмем техническую, мелкая техника. Наша задача, чтобы до конца, последняя нотка была ясна. Вот многие играют так. Знаете, да. Мало того, что мы должны довести руку. Это не только касается правой, некоторой. Левая. Вот это нужно дослушать. Можно даже остановиться. А тут мы должны слушать и то, и другое. Если мы слушаем, то мы дослушиваем до конца. А если мы дослушиваем до конца, у нас рука не стоит на месте, вот там, цепляя вот так вот, без опора. Нет, она передвигается сюда. Тогда она будет звучать. А нет. Так она зацепит, или не зацепит. Как быстро у мелодии? Да, конечно. А у Шопена все посадили, так прежде всего, в мелодии. Вот мы, не Шопена, и чуть. Чтоб не было трат. Многие так играют. Не понимаю, в чем причина. А причина не нужна. Дослушать, значит, довести. Сюда. А это дослушивание, оно касается не только вот таких примеров. Возьмем балладу. Вот это. Многие так и... Нужно перевести руку и опереться, но если не опереться, то, во всяком случае, побывать. На каждой, буквально, на каждом звуке. Значит, мы сюда... Они не стоят на месте, если это цепляет. Можно рекомендуется это место, этот финал, получить и стаккату. Не надо стараться двигаться отдельно. Не то, что стаккату, а отдельно. Тогда легче на каждую хорошо, устойчиво стать. Причем, если мы уж говорим об этом финале, то, разучивая его, нужно учиться где-то замедлять, где-то входить в темп. То есть, в таких местах, которые трудные, немножко замедлять для того, чтобы добиться звуковых задач, выполнить звуковую задачу и задачу удобства. Если мы... ... это облегчает технически? Это облегчает технически. Это достигаем мы ровного звучания, достигаем устойчивой опоры. Все звучит. И потом, когда мы возвращаемся в темп, то следы этой работы заключаются не только в чисто технических моментах, что нам легче стало играть, и что звучать каждая нотка. Но, так как мы эти отклонения делаем непроизвольно, а в зависимости от фразировки, как бы руководство с фразировкой, как бы в медленном, замедленной съемке, то следы этой фразировки остаются и лишают это место чисто такой автоматической ровности, придавая ему какую-то более музыкальную фразировку. Понимаете? Вот, что значит здесь тоже, можно сказать, слуховой контроль определяет форму и меру. и меру.